День народного единства День народного единства Ну а прямо сейчас мы поговорим с Екатериной Турцевой, директором по корпоративным коммуникациям компании «Акронис», которая сейчас выходит с нами на связь. Екатерина, добрый день. Добрый день. Расскажите, чем занимается ваша компания? Как вы вообще там оказались? А наша компания «МИД Русские корни» – компания «Акронис». Мы занимаемся разработкой решений для резервного копирования и восстановления данных. Облачные решения, защита данных, шеринг и все, что касается хранения безопасности ваших персональных и больших данных для корпораций. Ну вот это практически мечта, да? Делать что-то глобальное для всего мира и при этом находиться в максимально комфортных условиях жизни с приятным климатом. Скажите, это было связано как раз с желанием оказаться где-то там, где теплее, или были еще какие-то обстоятельства, которые вас там привели? Это очень интересное стечение обстоятельств. Никогда в своей жизни я не стремилась жить в других странах, кроме России. Очень люблю нашу страну, люблю людей, которые там живут. Но это действительно стечение обстоятельств. Как я уже говорила ранее, компания имеет российские корни. Вся разработка наших решений находится в России, в Москве, на Алтуфьевском шоссе. Порядка 300 самых лучших инженеров трудятся на благо нашего софта, высококачественного, продаем мы продукт по всему миру. И так сложилось, что международные штаб-квартиры у нас находятся в Сингапуре, в государстве, которое нейтрально по отношению ко всем остальным странам по всему миру. Действительно очень комфортно для бизнеса. Тем самым наш руководитель, владелец компании Сергей Лаусов сделал предложение, чтобы я не смогла отказаться. И чуть больше года назад я переехала жить в Сингапур и руководить коммуникациями, то есть работая с прессой и корпоративными коммуникациями в странах Азии, России, СНГ. Скажите, вот как вы воспринимаете события в России оттуда? Вы и, может быть, ваши друзья, с кем вы наверняка обсуждаете события, происходящие на родине. Может быть, издалека вы как-то теплее относитесь ко всему, что здесь мы обсуждаем критически? Да, вы знаете, хочу отметить одну вещь. Мы часто бываем с Сергеем в России, соответственно, и у нас бывают встречи с прессой, в том числе на телеканале. Дочь Сергея была в эфире буквально чуть меньше месяца назад. И очень часто ему задают вопрос, как относятся к бизнесу с российскими корнями, к русским за границей, повлияло ли это на бизнес или нет. Вы знаете, мы не видим каких-то специальных изменившихся отношений, может быть, по отношению к нам в других странах. Мне кажется, немножко накручивается эта ситуация в самой стране. То есть все прекрасно, русских везде знают, и да, до кого-то доходит информация о каких-то ситуациях в России под одним ключом, кто-то под другим. Но могу сказать точно, что большинство людей, с которыми я, в частности, коммуницирую, у них безусловное уважение вызывает российский народ. И вообще российское население очень с интересом в Сингапуре интересуется, как это выглядит снег, как это происходит, что такое холодная погода, как мы можем жить в температуре ниже 20 градусов плюс и так далее. То есть это достаточно интересный момент. Еще могу сказать, что в Азии очень многие дети знают русский язык, потому что здесь очень популярен мультик «Маша и Медведь». Если вы поедете в Малайзии или по Индонезии, здесь сидят билборды с нашей Машей и с нашим медведем. И многие журналисты из Сингапура, каждый раз знавая, что я еду в командировку в Москву, просят меня привезти игрушки с этим мультипуляционными героями для их детей, потому что здесь их купить невозможно. А мультфильм действительно популярен, дети азиатские смотрят его на русском языке, учат русский язык. Скажите, а почему вы скучаете? Может быть, по снегу, например? Да, по снегу, конечно, скучаем, особенно когда я общаюсь с нашими соотечественниками, живущими в Сингапуре долгое время. Ломка так называемая, она бывает первое время, первый год, организм не может понять, где же осень, где же зима, где же весна. Могу сказать так, что каждый раз, если кто-то из коллег приезжает из России в Сингапур в командировку, либо мы едем, у нас есть такой некий стандартный набор продуктов, которые мы заказываем, либо нам привозят. Это гречка, это творог, это сухой квас, это кисель, это пряники, это наши конфеты, соответственно. То есть есть такой некий стандартный набор, иногда селедка. То есть я могу так сказать, я может быть, ну это мое индивидуальное мнение, да, там прожить без санкционных продуктов, может быть, можно, а вот прожить без тех продуктов, на которых ты вырос, на той самой каше, на той самой селе, достаточно сложно. Все равно есть некая ностальгия. И постоянно есть кухню другого мира, в котором ты сейчас живешь, ну, может быть, через какое-то время можно привыкнуть. Пока я еще не привыкнула. Екатерина, а планируете ли вы вернуться в Россию? И можно ли с собой привести ту часть сингапурскую, которую вы наверняка освоили, поведение бизнеса, по организации процессов, может быть, по упрощению каких-то коммуникаций? Расскажите об этом. Да, я планирую вернуться в Россию, и сейчас я рассматриваю мое проживание и работу в Сингапуре, какие проекты, как возможность получить международный опыт. Я очень благодарна компании «Окронис и Белоусы» у Сергея, в частности, за то, что он предоставил такую возможность. Такая возможность есть у любого сотрудника, который работает в нашей компании, зависимо от того, какой он позиции занимает. Потому что 26 офисов по всему миру. И что касается той частички, которую можно было бы привести в Россию, да, есть некоторые моменты, может быть, которые уже вошли в нашу обыденность. Это может быть некая размеренность, которой раньше не было, и все делалось там в каких-то высоких скоростях. А здесь все-таки есть такая некая размеренность, но это неплохо. Это может быть с другой стороны хорошо, когда люди думают, прежде чем сделать какой-то следующий шаг. Вот, ну, как-то так, наверное. Спасибо большое. У нас на связи была Екатерина Турсова, директор по корпоративным коммуникациям компании «Окронис», которая сейчас находится в Сингапуре. И вот она нам рассказала, как можно вести бизнес, находясь вдалеке от Москвы, и при этом быть успешным в этом направлении менеджером.